Бегать по техникуму приветствуется. А все потому, что ребята стали участниками квеста, посвященного осознанному выбору здорового образа жизни. Задача команд – пройти станции, побеседовать со специалистами и самим ответить на вопросы. Тема серьезная – от пользы спорта до вреда наркомании. Представители кировских организаций здравоохранения хотят научить ребят сохранять здоровье, делать правильный выбор. Молодежная среда, она иногда делает интуитивно, следуя каким-то модным тенденциям, каким-то моментам, которые, конечно, надо избегать. Поэтому научиться делать свой выбор, научиться сказать «нет» – наверное, это главная задача и образовательные учреждения, но работники медицинской организации, как никто знает, как правильно сделать и правильно объяснить. Большинство входят в группу риска – это дети-сироты и лица из их числа, потому что, наверное, тот необходимый момент, когда надо делать выборы, нет рядом взрослого человека. Ну и, безусловно, с этим же связаны ребята, те, которые находятся в неблагополучных семьях. Организаторы квеста уверены – и дети, которым посчастливилось вырасти в, казалось бы, благополучной семье, тоже могут встать на скользкую дорожку. У этого феномена свое объяснение. Если родители воспитывали так подростка, что решали полностью все за него, соответственно, и подросток в дальнейшем не может принимать самостоятельные решения, ну и, конечно, в дальнейшем, когда ему такие же сверстники предложат потребить психоактивные вещества, он согласится, потому что он отказываться не умеет, он этому не научен. Говорить с подростками на подобные темы приходится очень аккуратно, чтобы разговор из предостерегающего о вреде наркотиков случайно не превратился в пропагандирующие эти самые запрещенные вещества. Специалисты развенчивали мифы, приводили интересные данные, напоминали о простых, но важных вещах. Страх, он быстро проходит. То есть они могут неделю бояться, через неделю они пойдут делать то же самое. Я думаю, что нужно убеждать, может быть, показывать примерами, что люди жили вот так, вы посмотрите. Это не страх, это показать реальность, что вот так, а можно так. Сейчас у нас проблема от вейпы. Вейпы – это электронная сигарета. То есть состав на основе глицерина. Глицерин – там есть нагреватель, который нагревает эту жидкость, они ее в себя вдыхают. Нагретый глицерин – это канцероген. То есть в будущем это онкопатология. Реалии жизни таковы, что выбор всегда остается за самим человеком. Даже если он еще подросток. Почувствовать эту ответственность в полной мере способен не каждый взрослый. А вот дети порой могут. Вред наркотик, они разрушают нервную систему. Даже не пробовал, не буду. Не хочу и нет желания. Хочу пожить жизнью здоровым. Квест «Все в твоих руках» проходит в разных техникумах Кировской области. Он призван помочь ребятам определиться, как вести себя в той или иной ситуации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.